Давайте откроем одно местописание, первое послание Иоанна. И вот давайте будем послушны ему. 4 глава, 16 стиха. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Вы знаете, когда ты что-то узнаешь в своей жизни, это непросто. Если Бог тебя полюбил, и ты узнал это, это непросто так. Ну непросто у тебя, к тебе расположен кто-то. Вы понимаете, что он непросто расположен к тебе. Часто мы думаем, что Бог нас полюбил просто так. Ни за что. Любовь просто так. Да, просто так. Ни за что. Но непросто. Потому что Иоанна, 3 глава, говорит, ибо так. Он возлюбил как? Так возлюбил. Он непросто полюбил тебя. Он что-то сделал для этого. Смотрите внимательно. И он ожидает от нас. Смотрите. Я хочу, чтобы вы услышали от меня. Ибо мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Некоторые не знают люди. На улице ходят люди, которые не знают Божьей любви к себе. Они знают, что Бог любит всех, но они не имеют откровения Божьей любви. Они никогда не были с отцом в общении. Они никогда не были в откровении Божьем. Они не вдохновлялись Духом Святым. Они приходят в церковь просто как прихожане. И ухожане. Они бывают в церкви, знаете, на праздник. На Пасху и на Рождество еще есть праздник. Хотя нам все равно, какие праздники. Нам надо всегда быть с ним. И тут интересно. Он говорит, если мы познали эту любовь, то мы должны что-то сделать со своей стороны. Приложить все усилия, чтобы эта любовь совершилась внутри нас. Каким образом? Смотрите. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог в нем. И он дает откровение. Если ты послушен, если ты хочешь быть послушанием, то пребудь в любви. Слушай внимательно. Что такое любовь Божья? Что такое любовь Божья? Я хочу пребывать в Божьей любви. Я хочу быть в Божьей любви. Но если ты ее еще не познал, дорогой мой, тебе надо познать ее. Тебе надо познать эту любовь. Тебе надо познать, насколько он добр. Вы знаете, есть люди, которые добры ко мне. Есть люди, которые ценят меня. Но это не любовь Божья. Ты просто знаешь, что тебя ценят определенные люди. Но когда ты познаешь, что Бог присылает тебе людей, Бог делает все, Бог творит в твоей жизни все, Господь, Он сделал все, Он обложил тебя, Он сделал тебя, Он сотворил тебя. И знаете, и все проблемы даже Он сделал. И это для того, чтобы я снова пришел к Нему. Я понял, что такое любовь Божья. Вы не поняли? Все согрешили. Все лишены славы. И для того, чтобы прийти к Богу, надо познать Его любовь. Еще раз говорю. Все согрешили. Нету ни одного человека, который не согрешил в этом мире. Нету ни одного человека. И Бог только через любовь открывается, и Он открывает человеку, что Он может сделать для него. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Слушай, Его любовь безусловна. Его любовь такая великая, но Он, когда тебе открывает эту любовь, тебе что-то хочется делать. Если тебе открыта любовь Божья, твоя жизнь начинает меняться. Ты начинаешь пребывать в этой любви. Ты творишь эту любовь. Твоя жизнь начинает меняться согласно этой любви. Смотрите внимательно. И Бог есть любовь. И пребывающие в Боге пребывают в этом. В чем? В чувствах, ощущениях, желаниях. Давайте откроем одну вещь. Первая Коринфяна, 13 глава. Если я говорю языками человеческими, я могу убедить кого угодно. Языками человеческими. И ангельскими. На языках могу заговорить кого угодно. А любви не имею. Смотрите внимательно. Есть люди, которые пытаются заговорить любого, убедить любого, но любви нет. Любовь – это превосходный дар. Это тот дар, который меняет нас. Это тот дар, в котором я должен пребывать. Вот поэтому, сестры, я вам хочу сказать, не всех надо слушать братьев. Братья, не всех надо сестер слушать. Братья что-то громче сказали, чем сестры. Заметили? У нас братьев больше просто. Нормально все. Не обижайтесь, сестры. Потому что, когда нам говорят что-то, послушайте, это не всегда любовь Божья. Знаете, Ева пришла к Адаму, и она предложила ему, давай люби друг друга, но по-другому. Я приготовил тебе обед. Но послушай, это не есть любовь. Ты должен научиться, что когда ты говоришь языками человеческими, ты можешь даже убедить любого человека. Это не есть любовь. Что такое любовь Божья? Когда тебе она открылась, кто Бог для тебя? Когда ты ходишь в откровении любви Божьей в своей жизни, в твоей жизни любовь Божья открылась. Скажи, в моей жизни открылась любовь Божья? Когда она открывается, когда любовь Божья открылась в твоей жизни, все остальное меняется. Все остальное изменяется. Смотри, не иные языки. Кто-то думает, крещение Духом, все, ты им получу, и все. Я царь. Слушай внимательно. А любви не имею, то я медь звенящая. Оказывается, даже говорение в церкви не рождает тебя свыше. Проповедование слова не рождает тебя свыше. Оно дает тебе какие-то привилегии. Оно дает тебе какие-то возможности, мощь какую-то, но оно не дает самого главного, что Бог хочет тебе дать. Я дочитаю, что Бог хочет дать, потому что любовь что-то делает с твоей жизнью. Я хочу сказать, когда ты узнаешь любовь Божью к себе, в своей жизни, ты начинаешь служить другим. Знаете, как рождаются слуги? Бог меня полюбил. Я когда понял, что Бог меня спас, и Он отдал свою жизнь за меня, я думаю, Боже, я всю жизнь буду должен тебе. Знаете, любовь, она взаимна. Она не делает должником, но ты чувствуешь свою обязанность. Это привязанность, это та, что связывает тебя, и Он влечет нас этим. Он не говорит, что ты должен. Вы знаете, кто вас делает должником? Дьявол. Он обманщик, но Иисус никогда не делал. Он говорит, слушай, если ты познаешь мою любовь, твоя любовь сделает поистине тебя. Ну, я это прочитаю, потом давайте дочитаем. Смотрите, если я имею дар пророчества, знаю все тайны о людях, кто как ходит, чем дышит, и всякое познание знаю, ну, все институты закончил, библейские колледжи, и всю веру имею даже, меня переубедить никто не может. Вы понимаете? Первое слово у меня нет, не так. Да? Так что могу и горы переставлять, смотри внимательно, так что могу и даже те, которые у тебя есть горы, переставлять. Это не всегда горы физически, но есть духовные в нашей жизни горы, которые мы построили, которые мы создали. Вы знаете, есть такие, вот на Восточной Украине, там, где шахты, есть такие терриконы. И вот из шахты, когда не настоящая порода выходит, когда они, там, ну, может, и перегоревший уголь, а может быть плохой уголь, недостаточно хороший, они выбрасывают на эти горы, и образуются такие большие терриконы, громадные, на них дома можно строить, они настолько высокие, они потом зарастают деревьями, они становятся как горы, и так далее, и так далее. Люди научились строить эти горы. Так что, некоторые ученые, они решают с этим вопросом, и они думают, что с ним сделать, потому что эти терриконы, они разрушают экологию, и там жить уже невозможно. В некоторых местах жить невозможно, там меняется экология. Вы знаете, мы можем переставлять уже горы в других людях, мы можем решать проблемы, потому что у нас есть вера на это, у нас есть усилие на это, но если я это делаю не из любви, то мне не в том. Смотрите, горы, они имеют любви, то я пустое место. Там написано, то я пустое место. Я вроде что-то делаю, но я пусто. Я могу что-то делать, но я пустое место. Я занимаюсь служением, но без любви. Я пустое место. Я должен осознавать, что познавая его любовь, я должен эту любовь вкладывать. Я не хочу быть пустым местом. Вы знаете, в истории есть масса примеров и масса людей, но есть люди, которые сделали плохие вещи, очень плохие вещи. И вы знаете, это о людях, желательно о них не говорить, какие они плохие. или когда их сравнивают с кем-то из истории, берут его и сравнивают с нынешними, с нашими людьми, которые живут в это время. Это не очень хорошо. Значит, что-то я делаю неправильно. Я не хочу быть пустым местом. Когда говорят об Иисусе, мы должны быть похожи на Него, ибо Он так возлюбил мир, что отдал свою жизнь. Смотрите, когда я полагаю душу свою, жизнь свою за других людей, а не веру, вера от Бога пришла, пророчество тоже от Бога, я должен положить свою душу, жизнь. Тогда я не буду пустым местом. Если бы Иисус только попророчествовать приехал в небес, Он не для этого пришел. Правда? Он возлюбил мир, что отдал свою жизнь за нас, чтобы мы сегодня имели такое же служение. И познавши эту любовь, мы тоже так же действуем. Смотрите, я дочитаю интересно. И если раздам все имение, смотрите, благотворительность. Я отдам тело мое на жертву. Ради чего? Вы знаете, есть люди, которые хотят быть записаны в истории, чтобы их запомнили. Жанны Дарк, там еще кто-то. Но это не из любви. О, я не знаю, как Жанна Дарк поступила, я честно говорю, я не знаю ее мотивы. Но есть люди, которые делают это не из любви. Они в историю вошли, но в них не было любви. В них не было цели любви. Я знаю некоторых людей, которые сто процентов вошли в историю, как любящие. Это Иисус, Петр, Иоанн, Иаков. Апостолы. Они вошли в историю такими. И Библия говорит, смотря на кончину их, подражайте вере их. То есть, другими словами, мы должны научиться от них чему-то. Чему же научиться от них? Иоанн говорит, если я пребываю в любви, то я пребываю в Боге. Пребывание в любви дает тебе возможность служить другим людям. И Он говорит, что если я раздам все, если я, и даже мое имя где-то будет записано, мои стопы будут в Голливуде, там и еще что-то, руки там же будут, но любви не имею, то я... Откуда же я возьму эту любовь? Слушай внимательно. Любовь – это не чувство, потому что я люблю музыку, я люблю людей, я отдал свою жизнь, посвятил себя пению, и мое имя записано в Голливуде на центральной площади там у них. Да? Как? Как аллея называется? Звездная, да? Ну, звездная. Хорошо. И там записано это имя. Ну, имя для чего? Для того, чтобы я удовлетворил свои потребности. Хотя я занимался делом тем, тем, что люблю. Но это не любовь, которую Он предусмотрел во мне. Если бы Иисус занимался тем, что Он любит, Он бы, наверное, знахарем был на Тибете. медитировал. Медитировал. Как это называется? Летал в воздухе. Левитировал. Да, центр. Не ходил. Не ходил. Это все заблуждение. Забудь даже. Это точно заблуждение. Это люди придумали для того, чтобы Тибет рассказать, что там круто. Не ходил никуда. Пропиарить тех, которые недостойны этого. Смотрите внимательно. Я хочу, чтобы вы услышали меня. Любовь – это достижение той цели. Но любовь – его любовь. Вы знаете, мы не строим церковь ради того, чтобы церковь состоялась. Не для того, чтобы церковь сделала себе имя. Не для того, чтобы кто-то был тут крутой, а кто-то не крутой. Кто-то знал, а кто-то не знал. Вы знаете, интересно, он говорит, любовь – первое, первые три стиха говорят, что я имею в Боге, могу иметь даже в Боге, но если я не имею в любви, то я ничего не приобрел. Я – пустое место. И смотри, то я – нет мне в том никакой пользы. Это значит, я бесполезный. Мое имя записано в Голиуде, мое именем названо церковь, служение и так далее, но я бесполезен. Бывают люди бесполезные. Почему? Давайте откроем снова Иоанна, вернемся туда же. Почему я хочу? Я не буду дальше читать, потому что любовь, вы знаете, какая, в каких качествах она должна проявляться, но я хочу, чтобы вы услышали, что если вы не получите откровение его любви, потому что, когда некоторые 13 главу читают, так это же не моя любовь, это его любовь. Да, ты правильно говоришь, но если ты имеешь эту любовь, то ты и получил откровение этой любви, ты можешь двигаться в нем. Давайте прочтем. Смотрите. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Она делает тебя совершенным. Скажи, любовь делает меня совершенным человеком. Смотрите. Первое, что делает любовь в твоей жизни, она делает тебя совершенным. И Иисус стал совершенным из-за любви. Он был совершенен, потому что он был в любви. Его любовь, она не прекратилась. Если ты хочешь быть совершенным, ты не там ищешь, не в чудесах, слушай, не в знамениях, даже не в служении, в любви, потому что, если ты не делаешь это из любви, то ничего, и нет там никакой пользы. Смотри, любовь до того совершенства достигает, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как он. Это следствие. Я становлюсь совершенным. Поступаю. Вы знаете, что Бог делает? У Него нет ошибок. Оказывается, чтобы не ошибаться, тебе нужно одно качество. Как не ошибиться? В том или ином. Иметь любовь. Правда? Чтобы не ошибиться в твоей жизни, нужно иметь любовь. Любовь Его. Любовь Божью. Но Его любовь должна открыться в твоей жизни. Я не хочу ошибиться. Я не хочу... Некоторые приходят в церковь, и они думают, а как бы не ошибиться с верой, религией, еще чем-то. Не ошибиться. Не ошибиться с избранием Божьим. Не ошибиться. Слушай внимательно. Если ты узнаешь Его любовь, ты не ошибся. Все остальное уже не важно. Правда? Потому что, когда ты узнал Его любовь, она начинает в тебе действовать, и ты начинаешь жить согласно этой любви. Потому что откровения не просто так приходят, они открывают Его сущность, Его любовь по отношению к нам. Какой Бог? Как Он любит тебя? Вторая часть. Смотрите. в любви нет страха. Смотрите внимательно. Совершенная любовь, она изгоняет страх. Первое. Любовь делает человека совершенным. Второе. Только второе. Она изгоняет страх. Если я еще не совершен, значит, я еще не в любви. У меня есть какие-то страхи. Я вам честно говорю, в нашей жизни есть какие-то страхи. Когда у Иисуса не стало страха, вы знаете, когда настало Его время. Совершенная любовь изгоняет страх. Когда ты достигаешь определенного момента в своей жизни, когда она становится бесстрашна. О, я вам честно скажу, у нас у каждого есть свои страхи. Страхи за свою жизнь, за свое здоровье, за свои какие-то понимания, может быть, ошибки или еще что-то. Страхи. Вообще страхи. У нас у каждого есть страхи. Нормально. Это нормальная жизнь. Но страх Божий превалирует над этими страхами. И это хорошо. И мы сохранны пока. Мы хранимся еще. Но есть Божья любовь, которая изгоняет всякий страх. Второе, что она делает в твоей жизни, она изгоняет страх. У тебя уходит страх напрочь. Когда ты идешь и начинаешь делать то, согласно чего он призвал тебя. Моисей боялся. Боялся людей. Правда? Боялся. Но любовь, которая в нем была по отношению к своему народу. Она хранилась и она сохранялась. Вы знаете, мы часто не видим тех вещей, которые есть в нашей жизни. Что любовь Божия, она уже в тебе есть. Она вложена в тебя. Но ты любишь своих детей. Правда? Кто из вас не любит детей? Своих. Готовы отдать жизнь? Не, не любят. Кто любит детей своих очень сильно? Очень сильно. Я люблю их. Правда? Я к ним отношусь хорошо. Но есть люди, которые... Я люблю детей, а всех остальных терплю. Терпением спасайте души ваши. Смотри, в любовь изгоняет страх. И если я начинаю любить людей вокруг себя, детей, то я должен научиться жить как он. Но это научение приходит от того, насколько он полюбил меня. Ты не можешь любить людей больше, чем ты возлюблен. Скажи, я не могу любить больше, чем я возлюблен. Не поняли меня? Давайте прочтем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Боящийся несовершен любви. Вы не можете служить, вы не можете двигаться без любви. Любовь, она должна изгнать этот страх. Любовь изгоняет страх, но когда ты узнаешь, насколько ты возлюблен, настолько ты будешь отдавать эту любовь. Слушай, внимательно. Твой страх уходит тогда, когда ты познал его любовь и двигайся в его любовь. Некоторые думают, что страх уходит только тогда, когда мы приходим к Богу. Нет, послушай, когда я познаю его любовь, познаю по отношению ко мне. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И мы имеем от него такую заповедь. И то, что я сказал с самого начала, есть момент непослушания в нашей жизни, когда мы непослушны. Кто из вас понимает, что самый большой грех это непослушание? Одна заповедь, которую оставил Иисус, которая делает нас совершенными. Слушайте внимательно. Любите друг друга. как я возлюбил вас. Он показал пример, он научил нас, и познавая эту любовь, мы становимся такими же, как он. Мы воплощаем это. Как он полюбил нас? Ни правилами, ни законами, ни чем-то. Он полюбил и отдал свою жизнь. Мы должны быть готовы для этого. Прочту еще что-то и заканчиваю. 13 глава, снова давайте прочтем Коринфянам, потому что вы дома не прочтете. как Бог любит нас? Он долго терпит, милосердствует, не завидует. Да ему завидовать нечего. Это не Божья любовь. Это та любовь, которая проявляется в нас через Его любовь, откровение Его любви. не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Ему не надо этого делать. Вы понимаете, что это не Божья любовь? Это не Божья любовь. Некоторые думают, что это относится только к Богу. Бог вот так вот любит. Слушай внимательно, это моя любовь. Это я должен так любить. Вот это моя любовь. Давайте дочитаем. ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Вы видели когда-нибудь такого Бога? Нет. Чтобы мыслил зло. Он не для себя формулу писал. Он есть такой. Когда Павел писал об этом, он говорил о себе, что у него есть зло, с чем он борется, чтобы любить, потому что ему открылась любовь Божья. Не мыслит зла, не бесчинствует, не ищет своего, не радуется неправде, а сорадуется истина. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда точно отчасти прекратится. Когда я был младенцем, смотрите внимательно, говорил по-младенчески, мыслил по-младенчески, рассуждал, а когда стал мужем, оставил младенческое. И вот когда ты говоришь о совершенстве, то есть то, в чем я совершенствую каждый раз. Совершенство, оно должно быть в любви. По отношению братьев и сестер, по отношению семьи, по отношению домашних. Если у меня нету совершенствования в любви, то я не познал Божью любовь к себе. Я хочу знать его любовь. Почему? Потому что когда он пишет в Ефесянах, Павел, он пишет такое послание им, вы можете не открывать, я сейчас быстренько открою. он пишет послание чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли со всеми святыми, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христу, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. Когда я влюбляюсь в Бога, когда я познаю его любовь к себе, отношение к себе, как он любит меня. Послушай внимательно, я говорю, когда я становлюсь на молитву, я хочу знать его, я хочу знать его любовь ко мне, я хочу плакать в его присутствии, я хочу исполняться духом, я хочу чувствовать его, ощущать его. О, вы знаете, я не знаю, но может быть взаимоотношения это такое чувство, ощущение, я очень чувственный человек, я хочу чувствовать, я хочу ощущать это, я не знаю, вы хотите ощущать любовь, или же, ну ты же видишь, я все сделал, я тебя люблю, по делам моим узнаю, или есть ощущение, есть разговоры, есть общение, когда ты становишься на молитву, ты ожидаешь что-то, взаимности, я хочу исполняться духом святым, я хочу наполняться силой Божьей, любовью, это ощущение его, дабы вам, смотрите, интересно, исполнится всею полнотой Божьей, в Ефесянах он говорит дальше, дабы вам исполнится всею полнотой Божьей, а тому, который действующий вас силой, я раньше думал, что эта сила только заключается в том, что Дух Святой во мне, но я читаю в Коринфинах, Павел говорит, что если я говорю языками, а любви не имею, оказывается эта сила относится к силе любви, ибо так возлюбил Бог мир, это сила любви, а кто действующий вас силою может сделать, вы знаете, что может разрушить всякое противостояние, всякое зло, не агрессия, не какая там сверхъестественная проповедь, сверхъестественное слово, а простая любовь, чувственная, любовь Божья, смотрите, и он говорит, а тот, который в нас силой может сделать несравненно больше, чего мы просим и о чем помышляем, вы знаете, в нем сокрыто все, в любви Божьей, тебе надо просто окунуться в нее, войти в нее, вы знаете, люди, которые переживают любовь Божию, они, их видно, им не надо свидетельствовать, им не надо рассказывать, они особые люди, есть люди, которые живут в любви, они привыкли, они привыкли к этому, привычка это такое состояние, знаете, ну, я живу, от него требуют мало, просят мало, но и изменений мало, но совершенная любовь изгоняет всякий страх, вы можете больше, если вы будете практиковать себя в любви Божьей, потому что во Христе Иисусе не имеет значения ни сила, ни обрезания, ничто, но вера, действующая любовью, потому что некоторые думают, что сила важнее, сила, я должен усилиться, я должен укрепиться, но сила любви может быть, но остальные вещи не важны, потому что даже понимание того, что без его любви что-то мы начинаем строить, это неважно, это невозможно, а тому, кто у нас действующей силой, может сделать несравненно большее, чего мы просим, о чем тому слава в церкви, вы знаете, церковь созидается не количеством людей, не правилами и порядками, не сплетнями и слухами, потому что некоторые церкви так и строятся, разделяя властву, веди всех и направляй всех, это управленческие такие методы, менеджмент, библейский менеджмент, и некоторые придумали даже название этому, но я вам хочу сказать, что да, это надо знать, потому что мы столкнемся с такими служителями, с такими церквями, но самое основное и самое важное, что у нас должна быть любовь, мы должны стремиться к правильным вещам, ну не иду я домой, потому что у меня дома менеджер по плите и по моим этим рубашкам, самый крутой, а потому что я люблю свою жену, потому что в моей мысли есть отношения и чувства, ощущения, я знаю, что она меня любит и меня это тревожит, меня это трогает, и я думаю о ней, вы понимаете, когда я иду в церковь, в которой есть вот это отношение, у тебя нет страха, нет сомнения, у тебя нет боли, нет проблем, у тебя есть сила Божья, почему я об этом говорю, потому что мы можем загнать себя в некоторых вещах, но потерять самое главное, поэтому я говорю, слушайте, на ночной молитве, в эту пятницу, знаете, что мы будем делать? Исполняться Бога. И тот, кто не придет, я хочу, чтобы у нас было, знаете, чтобы мы были в присутствии Божьем, плакали наполнялись силой Божьей, вы знаете, есть ощущение его присутствия, я хочу узнать его любовь к себе, о, я знаю, что он мне сделал, но я хочу чувствовать это, кто-то говорит, ну как ты не чувствуешь, я каждый раз в церковь прихожу и чувствую это, я хочу больше, каждый раз я хочу больше, и когда я больше хочу, я больше могу отдать, любовь, она увеличивается, правда, а тому, кто в нас действующей силой, может сделать несравненно больше, о чем мы просим, о чем помышляем, тому слава, пророчество молкнут, все, ничего не будет, а любовь останется, слушай, любовь останется, это путь к совершенству, хочешь быть совершенным, слушай внимательно, влюбись, вы видели влюбленных, они совершенные, о, они очень совершенные, нет, серьезно, с них можно веревки видеть, с них, что не попросишь, сделают, правда, это путь к совершенству, влюбленный человек, это сильный человек, он вытерпеть может все, что угодно, он на крест пойдет, вы понимаете, о чем я говорю, я хочу, чтобы мы делали это не из-за того, что мы должники ему, а из-за того, что мы познали его любовь, и его любовь теперь в нас, и мы влюблены, потому что эта любовь, она исходит в нас, Духом Святым, мы можем наполняться ей, каждый раз, когда ты стоишь на молитве, ты можешь чувствовать ее, Боже, за что ты меня любишь, я задавал этот вопрос, глупый, честно говорю, за что ты меня любишь, и перечислял ему качества, которые во мне нравятся, мне, внутри нашел, а потом я понял и говорю, Господи, что ты хочешь, чтобы я делал, потому что любовь не за то, что я уже имею, а любовь просто так, чтобы я что-то начал делать, и я ощущаю его любовь, я говорю, Господи, а что ты хочешь от меня, что ты видишь во мне, он говорит, о, ты еще не такой, у тебя еще этого нет, но ты достигнешь вот этого, вот этого, и ты будешь тем-то, тем-то, и тем-то, вау, ты понимаешь, о чем я говорю, это круче, чем пророчество, Моисей, ты выведешь этот народ, ты крут, ты классный, я тебя избрал, Бог полюбил Моисея, вы знаете, ему открылась любовь Божия, о Моисеи, стоя перед Богом, заступается за этот народ, потому что он любит уже этот народ, знаешь, почему? Когда тебе открывается любовь его, то ты не можешь стать другим, ты станешь именно любящим, выйдя из Египта, будучи наученным убивать всех, воином, он довел всех до победного конца, никого не уничтожил, а мог всех уничтожить по дороге, Моисея. Совершенная любовь, она творит тебя, когда мы познаем эту любовь. Поэтому, слушайте, я не говорю, чтобы вы взяли пост, не берите пост, вам не надо пост, если вы хотите, покушайте дома, перекусите, но на ночную молитву придите в ожидании, что вы встретитесь с любящим отцом, почувствуете его силу, и независимо от того, что здесь будет, как будет происходить, слушай внимательно, если он придет ради тебя, то я ощущу это. Воскресенье или когда, Катя говорила здесь со сцены, моя дочка, Бог пришел ради тебя, а я говорю, да, ради одного человека он пришел, помните, он говорил, кто из вас тоже это услышал? Раз, два, два, я только услышал, да, три, четыре, пять, нормально, все, а, Бог пришел ради тебя, и оно так запало у меня, если он пришел ради меня, то и для всех пришел, я думаю, потому что, когда он приходит ради одного, то все ощущают, кто-то думает, а, мое, никому не дам, а мне Бог пообещал, если я приду, я наполню всех, ради тебя я наполню всех, мы, мы не узурпаторы, правда, мы не те, которые хотим забрать все, эгоисты, мы новое творение во Христе Иисусе, правда, но когда вы ощущаете силу Божию, она приходит в вашу жизнь, она приходит для всех, и, и другие будут ощущать это, мы сейчас помолимся, я задам вопрос такой, есть люди, которые нуждаются в покаянии, есть люди, которые нуждаются в обновлении, и вам нужна сила любви, те, которые хотят покаяться, и принять Иисуса Христа в свое сердце, покаяться перед Богом по-настоящему, не для галочки, не сказать ему, Господи, прости в очередной раз, а изменить свою жизнь, если ты желаешь, подними свою руку, я буду молиться вместе с тобой, если нет, слава Богу, слава Богу.